Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, А веселые зверушки свой наполонили дом. Веселись и ликуй, народ, ведь скоро Новый год. Новый год, время праздника, время подарков. Что вы будете дарить? Вы подарите электронный девайс или вы подарите деньги, или вы подарите жизнь, веселое настроение, радость, смех. Да много чего принесет в вашу жизнь. Животное, обыкновенное животное, домашнее любимице. Дело в том, что хорошо учиться на чужих ошибках. Я как-то тоже вел неправильный образ жизни. Хотя и разговаривал с Господом, но не всегда. А потом появились коты. А теперь уже и сын появился. И жизнь поменялась и стала абсолютно другой. Мне уже не надо гоняться за тем дураком-соседом, который купил себе новый джип. Зная, что через 10 лет у него от джипа останутся рожки до ножки. В смысле 2 миллиона, которые он вбухал, превратятся в 200-300 тысяч. Автомобиль-то расходный материал, но жизнь-то не расходный материал. Вам надо ее уметь ценить. Надо уметь за ней ухаживать. Ее кормить. Я имею в виду и детей, и себя, и котов, и шиншилл. Но развелись в большом количестве зоомагазины. А самый крутой и самый правильный – это шуша, который располагается здесь. Карла Маркса 97. И вот сегодня мы поговорим о новогодних подарках для ваших любимцев. Ну а кто сказал, что выпендриваться можно только вам? Не забывайте, мы по сути от братьев наших меньших отошли не так-то и далеко. Вот только они не научились врать, подставлять и творить друг для друга разные мерзости, включая уничтожение. Но вот себя показать с должной стороны – это всегда пожалуйста. Так что модную одежку они заценят. Все-таки Новый год. Время дарить подарки. Шиншиллу подарить – это просто супер подарок. Но если у вас есть домашнее животное, почему бы его не побаловать одеждой? Вы же себе покупаете красивые вещи. А ваш питомец… К примеру, если вы захотели все-таки выгулить кота зимой, но из дома его выносить прямо на холод тоже неправильно. Но есть вот все, что надо. Представляете, моднячие такие, со стразами, вообще ништяк. Шубенцы, мама не горюй. Да. Шуша специализируется по таким приколам. Дело в том, что вот эти фенечки – это распространенное занятие для настоящего любителя животных. Еще раз напоминаю. Кот или собака равназначен по разному человеку, восьмилетнему человеку. То есть, вот представьте, ребенок второго класса, 8 лет. Точно такой же разум и у кошки, и у собаки. Вам надо просто научиться его понимать. Понимать, что животное хочет, и уметь с ним общаться. Я вот умею. Научился в детстве. То есть, любые вот эти красивые вещи в большом ассортименте, при этом цены, ну, такие небольшие, в районе 500-600 рублей. И вот что нашел. Начек. Помните мои красивые вещи? Помните, да? Теперь держитесь. Держитесь. Мишлен, Фиат, Ямаха. Дело в том, что у меня коты как раз называются по названию моих автомобилей. То есть, у меня есть Форт, у меня есть Линкольн, у меня есть Скай. И я еще подумаю, кому вот такую штуку нацепить на Новый год. Какое у вас животное? Кошка. А какой породы? Экзот. Вы завели себе профессиональное животное, потому что, ну, не каждый возьмет себе экзоты, тем более, ну, зная их специфику. То есть, это шерсть. Да. То есть, вы знали, для чего вы берете животное? Знали. Естественно, вы должны понимать, где надо брать корма. Где вы корма берете? Ну, в магазине, шуша в основном. Вот раньше мы видели только один ассортимент кормов. Сейчас много. Это вас радует? Да. Большое разнообразие. Мы всегда меняем корма. То есть, не один и тот же корм покупаем. То есть, так же, как и я, экспериментируйте, пробуйте. Конечно. Как и люди, животные же привыкают ко всему. Одно надоедает, другое лучше притягивает. Какие корма вы пробовали, если не секрет? Ну, вот, Бриттен, Роял Канин. Ну, такие все и профессиональные. Вот, там, про планы и все прочее. Нареканий не было к качеству кормов, которые здесь покупаете? Да, ну, нет. Никогда. То, что в преддверии Нового года мы говорим о кормах, вполне понятно. На новогодний стол вкуснятка специальная здесь есть. И это как красная икра и заливные языки. Хотя для кормов, представленных здесь, красная и благородная рыба, а также языки, привычны. Домашняя пища, она как бы по-своему плоха и хороша. Вот вы взяли на 50 рублей. Я так понимаю, для одного животного это практически недельный рацион, так? Ну, в принципе, да, неделя-две максимум. То есть, домашнее животное, получается, по кормам так и не бьет? Нет, абсолютно нет. А когда домой приходишь, все-таки кто-то дом уже ждет, правильно? Отлично. Каждый раз встречают. Только дверь открыли, и все, уже это вот она. Психология немножко меняется, да, в существовании человеческом? Конечно, однозначно. Мы специально показывали вам шиншилл в большем количестве, чем ранее. Да потому что это ведь не просто магазин. Это питомник племенных животных, которые просты в уходе и не менее общительны, чем привычные кошки и собаки. Не верите? Да. Животное дивное. Животное, пожалуй, лучше всех приспособленное для существования. Дело в том, что разум у этого такого классовца, такого классовца, такой же, как у ребенка. Он также у вас будет знать по имени, знать, что папа это папа, мама это мама. Вот что сын, это сын, дочь, это дочь. Это лучший подарок. Это не сотовый телефон, это не кодник-гаджет. Это не набор, это шиншилла. Это шиншилла. А если возьмете две шиншиллы, то вы получите здесь скидку новогоднюю. А если они у вас раскладятся, то вы их очень быстро купите. Потому что это только новое направление разведения домашних гружунов. Естественно, самый крутой и единственный салон, который вам представляет лучшую генерацию сын сын, это Асуса. Офигенное ручное животное. То есть настоящее ручное животное. Оно не буксует и не говорит вам, что выпусти меня. Оно спокойно может посидеть. Кота пробовали так держать? Да он трижды будет уже тусоваться. А собака? Но на протяжении всего этого синхрона животное спокойно стоит. Представляете, какая психика стабилизированная? Здесь такие животные. Как говорится, сам живи и дай жить другим. Научись ценить жизнь в любых ее проявлениях. Если этого в тебе нет, то ты не человек. Этому надо учить детей ваших с детства. Потому что нельзя, просто нельзя наплевательски относиться к тому, что дается Господом всего лишь раз в жизни. И прожить эту жизнь надо солнечно, ясно и с понятием того, что каждый божий день может вам дарить новые впечатления. Конечно, сложно ловить новые впечатления, идя на обыдлевшую работу. Да, таково оно и есть производство, металлургическое производство. Ничего нового там не придумано. Но когда дома вас встречает такой вот замечательный зверек, как шиншилла, становится немножко все по-другому. То есть вы вместо сна имеете работу некрасивую, неинтересную, монотонную. Но жизнь-то у вас дома. То есть вы пришли, поиграли с шушиком, завели себе уже другое животное, жену, допустим. Вот, вам жена подарила ребенка. И вот тогда вы понимаете, что такое настоящая жизнь. Итак, стартуем с шиншиллы. Если шиншиллы не нравятся, ну, в конце каждой передачи мой телефон, а я вот заводчик кушек. Вот, если еще что надо, позвоните мне, я вам и собаку найду. Вот, а кормить и ухаживать их мы будем вместе с шушей. Зоосалон шуши, который располагается здесь, на Карла Маркса, 97. Вот прям напротив старого драмтеатра Буратино. Теперь это киноконцертный зал «Партнер».